Вселетний фестиваль «Танцуем по давнейшему» в разе организаторов мероприемства своей географии. Кап принятию ему дел, у агрогородок Дзитва приехали представники Беростовицкого, Вороновского, Мостовского, Свислацкого, Волковыского, Дятловского, Зельвинского, Карелецкого, Новогрудского, Сморгонского, Иуевского и Штучинского районов. А володание танцевальным мастерством тех часов пары демонстровали у четырех узростовых категориях – от 7 до 10 годов, от 11 до 17, от 18 до 50 и 51 год и больше. Самой массовой была продапошняя. У ее выступили девять пар танцоров. Конкурсная программа у них была больше великая, чем у других. У дельникам з узростовой категории от 18 до 50 годов треба было представить семь побытовых танцев – Польку Мясцовую, Падыспань, Краковяк, Лысага, Лявонюху, Каханачку и Дзелку Усенях. Коли люди середнего взросту с побытовыми танцами больше-менш знаемые, то для дятей и молодзи – это что-то новое. Але, как показал селетний фестиваль, не аменш цикавое. Полька Кареллафинская и Полька Матылёк, Нареченька и Яблычек, Мальвина и Лявонюха, Краковяк, Грачанники и Кайкетка. Их старанно танцевали усе. Отказно рыхтовалися до выступления на фестивале Павел Смурага и Марьяна Кузьма с Волковского района. У Дзятву они приехали уже другий раз. Два годы тому были переможцами у своей узростовой категории. Селета приклали усе намаганье, как повторить поспех. И у них это отрималося. На все ушло две недели. Было не особо трудно, потому что половину танцев мы уже знали, и их осталось только повторить. Самое сложное – только бабочка для меня. Потому что, ну, не знаю, там эти выбросы, ноги, вот это все тяжело. А остальное очень легкие. Мы очень рады, что смогли выиграть этот конкурс уже не первый раз. Мы прославили свой район, и, конечно же, у нас теперь есть чувство гордости, и мы можем просто выезжать и показывать себя. Выходили на танцевальную пляцовку, и господары фестивалю «Танцуем по-давнейшему» – «Жихары Агрогородка Дзятва». Андрей Юргель и Вольга Дзямьяненко выступали во узростовой категории 51 год и больше. Хвалявание, кажуть, переполняло, бо за ними сочили десятки пар вачей одновязковцев. Правда, одночасово танцоры отчували и их поддержку. У вынику Андрей Чаславович и Вольга Борисовна стали дипломантами третьей ступени. Первый раз с Андреем принимаем в этом конкурсе участие. Мы очень рады, что мы участвуем. Это все волнительно, конечно, переживаем, но у нас группа поддержки неплохая, поэтому мы выступили, по-моему, достойно. Самые старейшие у дельники селетнего конкурса – 70-годовый Аркадьким и 69-годовая Адаким. Эта семейная пара кружит усуместным танцем уже больше за 45 годов. Еще со студентских часов. Аркадь Рыгорович и Ада Миколаевна учились у одной ВНУ, на одном факультете и на одном курсе. Разом удельничали у Мастацкой самодейности. С того часу они и крочат поруч, а танец сопроводжает их по жизни. Мы на вечерах, вот мы, в смысле, не рождение, какие-то праздники собираемся. Когда мы танцуем? Круто, да, вальс там. Ну, конечно, там плаханочку не танцуешь, и лысого тоже. А вальс, в смысле, да, танцуем. Это наш любимый танец, как говорится. Семейный. Да, да, да. Селетнее выступление Аркадя и Ады Ким на областном фестивале «Танцуем по-давнейшему» не было дебютным. У минулый раз они так само удельничали у им и заняли тогда другое место. Селета танцем семейной пары журы поставила наивышейшую отзнаку. Аркадь Рыгорович и Ада Миколаевна стали переможцами у своей узростовой категории. Хотя до опошнего на это не различовали. Готовились, подготавливались практически немного. Это не сложно. Но в силу возраста, конечно, сейчас уже немножечко тяжеловато. Боимся, что может и не дотянем. Просто немножечко в прошлом году разделили две группы. Три танца танцевали, одни, другие отдыхали. В этом году все пять. И, конечно, для нашего возраста. Пераможцами областного фестиваля «Танцуем по-давнейшему» у своих узростовых категориях так само были названы Яуген Малей и Ксения Шафеева со Шучинского района, Денис Пералайка и Татьяна Ковалькозного-Груцкого и представники личины Алексей Дямко и Наталья Шелканогова. Убачили много цикавых пар. Доволи розный был узровень. С радостью мы поглядели на детячие пары, які робят першые кроки. И видовочно, что это першые кроки, але они такие натхненные, такие прыгожие. Конечно, складано оценивать вельми группу от 18 до 50 год. Потому что, на жаль, альбо на счастье, на народный танец узрост уплывает вельми становочным чином. Люди со взростом раскрываются, становятся больше яркие, больше выразные, больше упевненные. И это вельми добро сказывается на танцах. И мы зауседы звертаем увагу молодых, что треба учиться у старейших пар, у пар больше, скажем, вопытных. А может и не больше вопытных, які недавно сутыкнулись с танцем, а ли так радостно, что сегодня уже представляют цікавые его варианты. Ну и, конечно, наибольшей складаностей у нас было с самой старейшей парой. Потому что тут уже таки танец, який мает свой опыт, свой стаж и свой устойливый, таки мастацкий стиль. А кроме видовищного конкурса, у программе фестивалю побытовых танцев было дефиле у традиционных костюмах под назвой «Мода скуфра». Выступление фольклорных коллектива у Гродинской области, майстер-класс по побытовых танцах адлюбанского этнохореографа Сергея Выскворки и флешмоб «Танцуем разом». Так само отбылся зональный огляд конкурс областного фестивалю регионального фольклора «Панямоння животворные крыницы», удельниками якого стали представники Лицкого, Берастовицкого и Вороновского районов. Одным словом, мероприемство у агрогородку Дитва можно назвать «Святом души». Сегодня у нас всех объединил большой праздник танца. Я считаю, что мы повеселили наших жителей агрогородка и доставили им большое удовольствие. Праздник удался. Звыж пяти годин должилася свята музыки и танца у агрогородку Дитва. Энергии ж от яго и удельникам фестивалю и глядачам хопить на больш долгий час. Причим, значна. Развитваючися, мьяны казали, что до наступного областного фестивалю свята побытовых танцов танцуем по-довнейшому, дык докладно будуть отчувать ее.